Приветствуем всех ценителей хорошего звука! Сегодня мы разберем схемотехнику однотактного усилителя мощности Sparta SE, разработанного на самой распространенной лампе 6L6 или 6P3S. Для получения выходной мощности 6-7 Вт радиолампы в выходном каскаде включены в параллель. Такая выходная мощность позволяет работать с практически любыми современными акустическими системами. Усилитель состоит из источника питания, каскада предварительного усиления и выходного каскада. В источнике питания используется тороидальный трансформатор мощностью 200 Вт, который обеспечивает питанием весь усилитель. На трансформаторе имеются первичная обмотка, экран, высоковольтная обмотка и накальные обмотки для питания накалов всех радиоламп. Есть возможность комбинировать обмотки под разные задачи, так как этот трансформатор универсальный и может быть использован в нескольких моделях усилителей. В данном случае скомбинировано следующим образом. В анодном источнике питания три обмотки соединены в параллель для увеличения мощности. В качестве выпрямителя используется полупроводниковый диодный мост. Одна обмотка 220 Вт используется для отдельного выпрямителя отрицательного смещения выходного каскада. Три накальных обмотки, две на питание выходных каскадов, одна на питание входных. Остальные обмотки остаются незадействованными. Источник питания построен на базе печатной платы Piover, которая, благодаря своей универсальности, может быть использована в различных конструкциях и позволяет легко организовать анодное питание и питание смещения фактически в любом усилителе. На плате собран выпрямитель анодного питания, COC-фильтр, дроссель подключается непосредственно к плате, здесь стоит гасящий резистор для питания цепей драйвера и входных каскадов. Дальше питание подается непосредственно на трансформаторы выходных каскадов и два канала предварительного усиления, каждый из которых, в свою очередь, имеет свою отдельную развязку. Второй источник питания – смещение. Состоит из однополупериодного выпрямителя на высоковольтном быстродействующем диоде, фильтра, индикатора включения, который также показывает наличие напряжения смещения, стабилизатора смещения на стабилитроне и двух регулируемых делителей напряжения, раздельных для каждого канала. Выходные каскады усилителя работают с фиксированным смещением, что дает более высокий КПД и большую выходную мощность. Усилительная часть состоит из входного каскада, драйвера и выходного каскада. Сигнал поступает на входные разъемы усилителя, затем механический коммутатор на тумблере, если предусмотрен селектор входов. После этого сигнал поступает на регулятор громкости, с которого через гридстопперы на в сетку входной лампы. Драйверный каскад выполнен по каскадной схеме. Первая половина лампы 6N1P работает в схеме усилителя напряжения, вторая – усилителя тока. Каскадная схема включения обеспечивает высокий КПД, хороший коэффициент усиления как по току, так и по напряжению, и одновременно с этим обладает более низкими искажениями сигнала с большими амплитудами по сравнению, например, с СРПП. Номинальное входное напряжение усилителя – 1,25 В. Предварительный усилитель, собранный по этой схеме, позволяет работать с другими радиолампами без изменения номинала. Первый каскад с анодной нагрузкой. В качестве нагрузки используется резистор. Для организации смещения первого каскада в катоде 6N1P стоит резистор смещения и шунтирующий конденсатор. Связь между первым и вторым каскадом непосредственная, без использования разделительного конденсатора. С катода драйвера через разделительный конденсатор и гридстопперы сигнал поступает на сетки выходных ламп. Также через резисторы на сетке выходных ламп подается отрицательное фиксированное смещение. Шунтирующий конденсатор по переменке, развязка драйверного каскада по питанию, однотактный выходной каскад с параллельным включением ламп 6P3S, работающих в триодном включении. Об этом говорят резисторы между второй сеткой и анодом. Для уверенной работы каскада и предотвращения самовозбуждения в цепь управляющих сеток выходных ламп включены гридстопперы. Также для этого в цепи катода установлен токоограничительный резистор. В случае стабильной работы каскада его использование не обязательно. Одной нагрузкой выходного каскада является выходной трансформатор с различными вариантами коммутации и возможности подключения нагрузки 4, 8, 16 Ом. Для заземления накала выходных ламп и снижения уровня фона в цепи подогревателя установлены резисторы балансировки для создания искусственной средней точки. Спасибо за просмотр! Жмите палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте данное видео, выбирайте и собирайте!